Добрый день, спасибо большое за приглашение на эту конференцию. Сергей Анатольевич, Денис, я действительно тронута, мне не только приятно, я вижу огромную пользу для членов объединения нашего партнерства, которое, уже вы, наверное, знаете, объединяет более 150 компаний российских и международных. И вот то, что сегодня вы пригласили меня, и я могу рассказать быстро, так, несколькими стрихами, тем не менее, о том, что их заботит, а также услышать вот в таком, в научной среде, потому что я считаю, что необычайно важен вот этот даже триумвират, и, ну не только триумвират, как сказать, когда четыре, четыре стороны. Квартет звучит немножко, немножко как-то с юмором, но тем не менее, потому что это научная среда, это федеральная темонапольная служба, это суд по интеллектуальным правам, Александр Анатольевич, очень-очень интересный, вот вы поймете, я тут вас тоже сошлиюсь, и юристы, которые работают в бизнесе, ну вот которых я сегодня имею честь представлять. Итак, хотела бы на нескольких моментах остановиться, что сегодня важно для них, и о чем, в общем, они просили меня сегодня вам рассказать. Вы уже, конечно, знаете, не буду, наверное, всех, на всех, на всех, но, наверное, на основных. Ну, прежде всего, групповые иски, тема коллективных исков, то, чем закончил Сергей Анатольевич, вот свое выступление. Мы внимательно следим и участвуем в работе в законопроекте вместе с Минюстом, доработали, предделали свои поправки в существующий законопроект вместе с Ассоциацией юристов России, с МГУ, наши поправки поддержаны Общественной палатой, Минэкономразвития, и мы, конечно, надеемся здесь на поддержку Федеральной антимонопольной службы. Сергей Васильевич, я смотрю, потому что мы с ним вместе на площадке Агентства стратегических инициатив. Хочу напомнить, что Игорь Юрьевич в своем выступлении в Институте государства и права высказался за поддержку европейской модели, да, опт-ин, когда потребители, желающие принять участие в иске, голосуют, должны подтвердить свое намерение. Также выразил сомнения во внедрении, в скором времени внедрении такого института, как гонорар успеха, об этом тоже идет сейчас большое обсуждение, и ведомости нас активно опрашивают, что вы думаете о гонораре успеха, насколько, так сказать, это важно. Хочу сказать в скобках, вот, глядя на представителей юридических ФИБ, что наших членов тема гонорара успеха мало волнует, и комментарии они давать особенно не хотят, а ведомости нас спрашивают, мы адресуем к вам. Ну, то есть, в общем, такая идет активная, так сказать, работа, вместе с тем, отрадно, что Игорь Юрьевич отметил, что до гонорара успеха наши сутяжники еще, возможно, не созрели на этом этапе, и вряд ли вопрос будет рассмотрен в скором времени. Но в действительности эта тема упирается совершенно согласно с Сергеем Анатольевичем в определении вычисления ущерба. Вот уж совершенно точно нас заботит, как исчислять этот ущерб. Я знаю, что у партнерства «Содействие развития конкуренции» были идеи по методике исчисления ущерба, и, в общем, мы также готовы принять участие в этом обсуждении. Это что касается групповых исков и нашей заинтересованности в этой теме. Далее, по институту расширения механизма предупреждения. Все говорят, что это очень большой шаг и важный для компаний, то, что механизм предупреждений станет больше, шире, они будут применяться к большему количеству составов. Вместе с тем, хотела на пару моментов, которые в связи с этим возникают. Вопросы. Как обеспечивается или будет обеспечиваться единообразный подход к квалификации территориальными управлениями правонарушений? Расширение составов, по которым выносится предупреждение, это позитивный шаг, но где гарантия того, что территориальные управления ФАС всегда будут давать верную квалификацию, тем самым избавляя бизнес от антимонопольных разбирательств. Не исключена практика, что территориальные управления будут штамповать дела, употребляю термин, который приведен был мне, по непоименованному составу части 1 статьи 10, без должного внимания к фактам, позволяющим отнести эти нарушения к категории, для которой предусмотрено предупреждение. И еще опасения по части предупреждения. Вот такого рода выдается предупреждение, понятно, что оно само по себе не свидетельствует о нарушении, и если потенциальное нарушение будет исправлено, то будет возбуждено тогда разбирательство. Вопросы. На основании какой информации ФАС выдает предупреждение? Непонятно. Как ФАС трактует понятие признаки правонарушения? Каким образом ФАС формирует список необходимых действий, которые необходимо осуществить хозсубъекты, учитывая отсутствие доказанной в установленном административном порядке вины, состава правонарушений, причинно-следственной связи и негативными последствиями? То есть это вопросы, которые возникают, и на которые надо найти ответы. Иначе в отсутствии ясности всякие возникают сомнения и недоразумения. Это что касается предупреждения. Конечно, оценивается это очень положительно. Первым вопросом, который поднял Сергей Анатольевич, я понимаю, что это в ответ, наверное, на мое обращение, это о распространении антимонопольного регулирования на отношение интеллектуальной собственности. Александр Анатольевич, вы также об этом говорили. Действительно, вызывает много вопросов, и я как раз вижу, что, как говорили у нас Роснана, не отспорена ситуация. То есть не до конца мы уже здесь сближаемся. Вы сами сказали, что ситуация очень сложная, опасений много, но она не до конца понятна нашим членам. Когда я спрашивала, о чем мне здесь рассказать, человек, наверное, 10 из 15 сказали, вот эта урегулированность их беспокоит. Причем это и есть очень крупных компаний. То есть с чем связаны основные опасения? С тем, что иммунитет в отношении интеллектуальной собственности исключается. Это по общему пониманию не техническое исправление, а изменение, имеющее под собой какой-то смысл, а какое непонятно. Так и пишет. А каковы последствия такого исключения? И будут ли в связи с этим как-то расширены объекты контроля фаз? Непонятно. Так как данный вопрос становится очень дискреционным, особенно в отсутствии разъяснений. Вот я одного из них цитирую. Тот же человек спрашивает, юрист крупнейшей международной компании, а будут ли ограничения, относящиеся к территории и каналам сбыта, в рамках соглашений, связанных с использованием интеллектуальной собственности, подпадать в сферу внимания фаза? И вытекающий вопрос, какова будет роль исключения по постановлению правительства номер 583, которая истекает уже этим летом. Планируется ли принятие новой редакции аналогичного постановления? Если да, то когда? И как в новой редакции планируется, если вообще планируется, отразить факты исчезновения исключения по интеллектуальной собственности из закона? Я вот, Сергей Анатольевич, со временем, может быть, мне тоже нужно глубоко, я уже лучше вас понимаю, еще лучше вас понимаю, и мы продолжим нашу дискуссию 18 апреля на конференции по интеллектуальной собственности объединения корпоративных юристов, куда я приглашаю вас, и мы как раз говорили с вами о выступлении Дениса, о продолжении этой дискуссии, потому что точно мы должны прийти к пониманию. Сейчас, пока его еще нет. Видимо, мало вы обсуждаете у себя, наши не понимают, и это неправильно. И, честно говоря, я вижу здесь роль как раз и объединения корпоративных юристов как такой площадки, которая, ну, где мы доспорим, поймем, придем к консенсусу, иначе это не будет работать, на мой взгляд. Так, это вот по интеллектуальной собственности, и еще пара небольших моментов. На последнем нашем форуме, Сергей Анатольевич, вы помните, мы обсуждали тему комплайенсы и смягчения ответственности при наличии в компании. Вот тема комплайенс, да, это антимонопольная программа, программа предупреждения нарушения антимонопольного законодательства. Таким иностранным словом антимонопольный комплайенс, ну, скажем по-русски. Вот вопросов много возникает тоже вокруг этого. Народ активно внедряет это дело. Мне очень понравилось, если вот вы помните, кто был, выступил активно представитель Сибуров, вот у нас такая программа, она так работает, почему вы же, по-моему, в этот момент ушли. А Андрей Петрович Тенишев хитро сказал, ну, конечно, вы внедрили после того, как мы вам две проверки, так сказать, провели, и вы, так сказать, уже теперь внедрили. Ну, это всем было так, весьма показательно, потому что юрист Сибур-антимонопольщик очень гордится этой программой и готов, так сказать, распространять. Ну, жаль, может быть, а может быть, не знаю, нет, что это было сделано по итогам одной или двух проверок, как Андрей Петрович не без юмора, так сказать, отметил. Вот, вместе с тем, сейчас вот эта тема тимонопольного комплайнса, она просто вот встает в полный рост. И надо, вместе с тем, вопросов очень много. Вот, если есть такая программа, будет ли, вот тут у меня целый-целый ряд, будет ли смягчена ответственность, если эта программа внедрена в компанию, или нет, вот, какие превентивные меры, да, в развитии, какие превентивные меры должны быть, а другой справа, чтобы быть освобожденными от ответственности, то есть, если сейчас программа эта существует, то она никак не влияет, то есть компания сделала все зависящее, есть программа, компания приняла меры, но нарушение допущено. Это сейчас никак не учитывается при назначении, ну, наказание. Как-то хочется понимать, а может быть, это надо учитывать. Я спросила, кстати, какой международный опыт, ну, мне тут пишут, что международного опыта пока не знают, вот, но, может быть, какие-то меры снисхождения в КОАП описать, по примеру, явки с повинной, которая сейчас работает, лицо добровольно сообщило, например, по 1432. Ну, это вот такая идея, потому что иначе, ну, зачем внедрять? Это же дополнительные, ну, представляете, дополнительные расходы, то есть, наверное, внедряешь для того, чтобы все-таки не нарушать. Ну, если все-таки произойдет, как-то это учитывается или нет. То есть, в общем, есть такая тоже тема дискуссии, которую можно доработать. Ну, и, наверное, в заключении, хотя точно не все сказала, потому что ожидают и комментарии к четвертому пакету поправок, как это было по третьему, с большой благодарностью, очень ждут, чтобы понимать, куда идти. То есть, пакет не принят, а уже комментарии ожидают. Ну, и последний интересный такой момент, который я, наверное, сообщу вот и Ирине Кошуниной по сайту. На форуме тоже обсуждалось, тех, кто из вас был, помнит о том, что... И в этот раз люди помнят о том, что не стоит на сайте ФАС размещать информацию о нарушении компании антимонопольного законодательства на стадии возбуждения дела и его расследования. То есть, доброе имя уже портится, деловая репутация страдает, а дело может закончиться еще и хорошо. Поэтому вот целый такой форшот для компании, я имею в виду, так сказать, и тем самым она зря будет фигурировать на сайте ФАС, который посещается деловыми партнерами, очень активно мы все его любим, и сейчас хотим дать советы, как можно его еще и улучшить. Поэтому вот такой комментарий очень важен по размещению информации. Ну, на этом все. Дабы не затягивать, благодарю, и будем продолжать. Спасибо.